почему вы так бежите вообще всю жизнь вместе жить что-то что-то что ты чувствовать сможешь порнографию теперь самая моя нелюбимая часть это неправда это ложь грех это или не грех что качки любит у него нет желания защите в постель все без объяснений на вам уж потом уже людей заманали всех всем привет друзья сегодня мы снимаем третий выпуск подкаста взгляни иначе сегодня меня в гостях вика проникина моя близкая подруга и мы с ней будем обсуждать такие темы как святость и грех я думаю ей есть что тебе рассказать века привет привет а если я не задам этот вопрос мне кажется меня убьют половина зрителей поэтому как тебе африка в трех словах африка африка изменила мою жизнь она всегда реально осталось в моем сердце и там и нашла нечто большее чем то что имела ранее я же я жила среди нищеты но я нашла сам большой богатство от иисуса ты ответила на мой вопрос про то с чему тебя научила африка потому что ну я думаю многих эта тема волнует это стало неким большим пластом и частью твоей жизни твоей истории но сегодня мы будем говорить не про африку а про становление твоей личной веры и первый вопрос это когда ты поняла что ты начала жить собственной верой когда это не стало знаешь ты не стала заложником жизни своих родителей или это не стала привычкой когда ты в какой момент что-то перещелкнула либо возможно ну происходило постепенно что ты почувствовал что сейчас я живу только на своей вере на самом деле наверное все ждут а от меня ответа что-то прошло давно это был долгий путь он не был долгим и это произошло совсем недавно относительно недавно наверное это энергетом может года два последней своей жизни я живу осознанно с христом все прошлое время это было это это была вся жизнь построена на вере родителей и в один момент когда прошла все ситуации моими с родителями был момент когда я решила осознанно уйти от бога и это и такой момент был когда я дала возможность всем грехам но не всем многим грехам эти мой жизнь и об этом очень мало рассказывала потому что я боялась этого этого что если буду говорить об этом то я потом больше не будет возможности говорить о христе люди перестанут меня любить воспринимать как да я думала что тогда меня нет за что будут любить если я не не великая святая виктория но это история не обо мне эта история об исусе отныне не будет быть не идеальной потому что я стараюсь походить на образ иисуса я стараюсь быть жить святой жизнью на те не потому что я будет быть не святой или с или осужденный там людьми или чьими-то взглядами нет я просто не хочу потерять отношения с христом если вдруг я ступлюсь вот в чем дело поэтому начало жить из своей как бы духовной жизни прям сильно так осознанно года последних года два по ситуации с родителями что-то внутри переклинило и я поняла пора пусть остальное но четко как то так как ты считаешь какие методы твоих родителей методы воспитания они больше приближали тебя к богу какие наоборот отстраняли и наш были как грузом вот какие методы воспитания ты посоветуешь родителям которые применяли или не применяли к тебе не знаю если у меня вообще такая возможность как бы что-то в этом плане кому цель пустая меня никого там образование но как бы сигаре на моем личном опыте до семьи в которой выросла в переходе очень благодарна своим родителям как бы это сейчас не звучало заучено это правда я люблю своих родителей и я осознала как бы цену того что они сделали для меня возможно были меня такая бесценила их но теперь как бы я начала ценить в общем все что они сделали для меня вообще как бы то что я на этом в чем в этом мире есть вообще что есть возможность дышать просыпаться и так далее я как бы во первых я благодарю им за то что церковь не не было для меня как бы выбором отчасти как бы это стране звучал это было обязанностью это было моим вторым домом у меня не было как бы многие мои друзья могли как бы спать утром дома уж они устали или болеют я была в церкви и не потому что как бы меня там тащил кто-то это стало для меня очевидным я должна быть церкви и поэтому как бы в какие-то моменты из моей жизни уходила церковь на задний план я понимал что происходит что-то не то что выжили никогда не было церкви на втором плане из-за этой благодарности новителям и поэтому к его часто слышу что допустим поспит она устала и так далее либо наоборот знаешь делать наказанием церковь да я я вас не скажет нашли я бы лучше на самом деле убрал бы какие-то кружки члены же церковь уже это все будет бессмысленно потом к мы встанем перед перед как бы христом и как бы ты не сможешь сказать блин я моя дочь была на кружках подожди что дело на кружках все должна была быть церкви как бы я считаю очень хорошая как бы и было их решение а минус наверно то что от меня требовали всегда правильных решений у меня реально был очень сильный комплекс как бы сейчас там не смеялись многие психологи возможно даже мама за камерой но у меня был комплекс отличницы это это реально факт я должна быть во всем идеальной и до сих пор я иногда это переживаю наверное только благодаря моей поездке в африку я очень освободилась многих вещей и как я больше не хочу быть правильные как бы перед людьми я хочу быть правильно перед богом и вот этот момент который очень как бы он изменил потому что от меня от меня всегда требовали правильных решений вот это была самая большая ошибка я не я не я не я не обязана племя правильных решений у меня не было вы как бы это был немой выбор родиться в такой семей тогда я не обязана была быть правильной я должна была быть собой вот скажи мне что тебе помогает оставаться верным верной кому верной богу верно своему служению какими-то вещи то есть ты служишь служение и сейчас прославление ты то есть там проповедуешь но какие-то вещи можно как заметку что помогает тебе оставаться верно и не смотреть например на сторону или думать что ты ошиблась в чем-то или в своем выборе что вот такие ты посоветуешь там подросткам пути чтобы не ходить туда-сюда и быть в мирует а вот именно укорениться в церкви и оставаться верной тому обществу и вообще служение хорошо я тебя поняла первых я считаю что наверно у каждого свой путь и я не могу дать четко как бы четкие пункты как ты можешь остаться в церкви я могу сказать одно что все люди которые были реально с богом взаимоотношениях которых у нас почувствовали его они знают как это стремно простить за выражение а искать мире что-то похожее потому что ничего похожего нет и я посоветовала бы перестать как бы в первую очередь перестать как бы на одну ставить свой упор на веру и на ну на какие-то заслуги родители есть и родители служат ты это не твои родители всем будет по одиночке стоят на небе у тебя есть своя судьба бога сильно для тебя призвание твое индивидуальное и я посоветовал бы в первую очередь первых найти христа реально попробовать рискнуть найти его эти присутствие найти какие-то с ним взаимоотношения личные потому что верность я думаю я я сейчас я верно потому что я знаю кому и служу раньше было верно и честно потому что я боялась что если я оступлюсь и если не буду в церкви то как бы то я не буду воспринята что я никому не нужна кроме церковных людей в разные вещи вы держали в церкви я честно не было верно ну конечно познать бога я начал понимать кому я верно ради чего я верно и тогда были как бы другие вещи как бы пошли в бой и поэтому сейчас я верно по другим причин нежели это было тогда ты верно потому что ты знаешь бог то что я знаю кому и верно я хочу на это верно что я знаю его понимаешь я думаю всегда нам нужно задавать внутренний вопрос к богу почему мы делаем те или иные вещи потому что как ты говоришь буквально два года назад тебе держали другие вещи в церкви тебя держала и многих вообще людей держит страх держит эмоция то что боязнь наступиться и всякие ну то есть столько вещей которые держат нас в церкви в служении и мы забываем на самом деле ради чего ради кого мы вообще служим так как служение это только проявление любви наше к богу и никак иначе вопрос такой как ты считаешь с каждым годом христианстве становится труднее или легче 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 все таки да я я уверена что если ты знаешь как бы даже ради кого ты страдаешь а скажем вот он по факту должен углубляться все больше и больше познания до христа то тебе легче как бы я знаю что о том что как бы мы призваны страдать за христа но есть такая вещь одно дело когда ты знаешь за кого страдаешь отдела к ты знаешь его к ты реально готовы снять и как ты вот в этом всем как бы страдание как бы ты как бы как ты чувствуешь радость когда чувствуешь духа святого проносит мир и радость и такие другие вещи включаются и поэтому я я не считаю что скажем году все сложнее скажем году все легче я скажу года счастливее я реально рада это невероятный путь я даже не даже я даже сейчас не хочу заглядывать чтобы дальше уж нами интересно именно получать именно в то время и в то место то что бог хочет как бы мне дать да но при этом как бы мне реально интересно какие там вещи ждут меня пушевер это большие как бы горизонты как будут открывать аминь аминь хочу задать вопросы зрителей первый такой пласт вопросов которые задавали это остывание к богу что делать если под угасло желание служить богу если молитва сухая как выйти на новый уровень давая личность своего опыта бывали ты в таких ситуациях и что ты делала как ты выходила на новый уровень общения с богом хорошо был сезон моей жизни когда я молилась только на служениях был сезон моей жизни к не мирилась вовсе был сезон жизни когда я садилась на колени и смотрела с целью куда еще если осела первое то я была вообще звездой зачем я бог так сошел хотя никто не сходил я про ну как бы это была какая-то тенденция якобы раз быть не 1 были разные моменты но один это я осознала что я не знаю кому я молюсь вообще не знаю я начала снова что я вообще не чувствую ничего молитве вообще ничего и туда возник вопрос что происходит так не должно быть и потому что до этого капля я все понимал что что-то ну как бы крайне чувство ничего думаешь это ну это неправильно я думаю наверное это просто выбор как бы моих родителей выбор взрослых возможно им нравится какого-то рода такого вот как бы сам бичи какую-то ну странная тема и буждами этого странно ты ничего не чувствуешь зачем ты здесь начали не дошли в этом какой-то выход подъяву в этом не вижу и и помню как я просто начался из своей комнате хорошо господь иисус я больше не хочу говорить что я люблю тебя потому что это просто выучена фраза которую который мне горит с детства я не знаю тебя как я могу тебя любить того же не хочу ти как бы это все нечестно по отношению к тебе говорит такие вещи сильно не чувствую и в какой-то момент я просто начала уделять время столько сколько мы есть не тик току не видео не знаю не друзьям ему и помог я садилась в комнате я просто много два часа сидеть и просто разговаривать на гате были разговоры моим аналоги он просто не услышал иногда слушала только я его это были разные разговоры я просто перестала переносить свое погружение в него на завтра вы знаете что завтра эта идея дьявола он не хочет нас как бы перебить в том что иисуса не было этой земле или то что библия это неправда ему это не надо узнать что это не сможет сделать его единственная идея она реально работает эта идея про завтра это просто к тебе ты сможешь завтра все изменить ты сегодня еще чуть-чуть по чуде а завтра все будет круто уже завтра только саму нашу завтра практически никогда не наступит твой завтра не обещанность ты не стыд и сегодня идешь богом и в код метки это поняла я просто склонилась в колене как бы тишь научал заезжено или кому-то скучно я говорю правду что было со мной и сеансы к игру игру хорошо вот я я не знаю кто ты я честно не хочу даже здесь сидеть не понимаю что мы же не происходит не то я устал их тусовок я устал этих одних тех же людей я устал от того что пытаюсь добиться внимания парней потому что не хватает внимание папа или еще кого-то тебя иисус я устала это неправда это ложь я устала жить во лжи потому что я знаю где это внутри правду покажи мне себя я опознала его в этих молитвах к сидел по три часа и чувство что он говорил со мной когда он обнимал кого защищал качка доверять ему качка говорить или не боюсь вот так что это мы замужем с богом я думаю в принципе у людей у которых под угасли взаимоотношения либо стала сухая молитва я думаю что они где-то стали не искренними с богом что где-то они просто стали молиться правильно там 100 как ты говоришь вставать на колени просто потому что такая тенденция но они потеряли то самое важное а это искренность когда ты честно приходишь богу да возможно я не верю в то что ты мне поможешь я вообще в принципе в тебя не верю сейчас и это мне кажется за этим и следует сухая молитва потому что любые взаимоотношения они строятся именно на искренности и это самая связь с то полностью согласна вот вангер представим быстро картину такую например есть костер да то построили плести полено зажгли он горит круто потом начали потухать как костер потухать нужно что принести новое полено кто это сделает должен сделать ты ты приносишь новое полено господь зажигает нафиг огонь нам легко прижимать ответственность но я спешу как бы огорчить бог не факт что бокс на тебя кустом до огневым этим и еще чем-то или ударит тебе не знаю молнией в дом и как бы за и забежите и скажет я жду тебя приходи ко мне пойдем со мной все много проще перестань вы сказали на кого-то ответственности искать оправдание перестань спросить что-то на завтра что-то завтра не обещали люди слушая ответы на этот вопрос ну как бы ждали чего-то легкого чего ты какой-то халявы даже можно сказать что есть какие-то советы обойдя молитвы потому что это скучно там ну и вот такие какие-то моменты но я думал что мои за скучно я думал это мега скучно вообще не понимала чего речь ко мне говорили творить еще не меня были себя героями думать как может быть молитвене комедут так скучно на всем утра и слов 2 господи тащи это просто для меня было я была стать на сцене говорить это одно дело там еще что-то но молиться просто к никому виду но это вообще не значит уже не можно на коленях да потому что не знаю что такое только познала кому я молюсь я понимаю тебе что это какой такой и почему люди так много и долго посвящают да и верю пробуждение я готова для пробуждения вдохновить людей на пробуждение начинается нас есть сегодня мы не склоняем свои колени и идем иисуса и то ради кого мы будем воевать то вся эта война и бессмысленно то мы стараемся пробудить всех и забываем что мы а ты вообще спросите а ты сам-то пробудился или а то хотим всех пробудить постоянно второй вопрос это очень много задавали по типу грех это или не грех а я хочу ты мне рассказала как ты понимаешь вообще слово грех и вопрос можно ли слушать исполнительные как исполнители которые не христианские там смотреть сериал эйфория на допустим который сейчас популярный который сейчас пропагандирует очень много людей вот как ты считаешь во первых грех он против христу он противен ему и когда мы начинаем что-то что-либо оправдывать в своей жизни понемногу потом начинаем правду большие катастрофические для нас вещи которые приводят нас к одному итогу крах в нашей жизни то же сделал эйфория я я не могу понять что может привести хорошего тебя психологическую помощь я чувствую что ты кашу ты кому-то нужен и ты вновь после просмотра сериала войдешь в гонку что тебе нужно быть самым красивым самым стройным самым сексуальным самым желаемым что нужно жить одним днем присыпались не поймя где что-то что ты чувствуешь как сможет порнографию ты чушь отношения к этим людям не лги самому себе ты чувствуешь ты чувствуешь похоть и же внутри тебя начинает возрождаться ужасная природа которая внутри каждого из нас зачем нам идти на собственно собственно какое-то сожжение то что нас сожжет зачем он туда идти ну как бы я не вижу этого смысла зачем я смотрю то что разрушит меня а как понять что например что сейчас я делаю это является грехом или не является мы всегда чувствуем это если ты сам себя это осуждаешь ты понимаешь что грех если ты хочешь скрыть это от других как-то и да если не может если не можешь выйти сказать я это делаю если ты будешь покоен это грех веришь то что написано библии грех но и даже про целял творит написано библии это все это все про похоть в этот сериал например это примеру про него но просто почему люди смотрят сериал и не пытаются убивать от реальности правильно правильно я обожаю людей которые сняли сериал про иисуса он офигенный он он как бы нового формата его интерес смотреть ты всегда можно те альтернативу такой же ты искать пусть эти оправдания лети компромиссы много легче только эти компромиссы еще сгры приводит крах я была у такого разбитого корыта я больше ступать не хочу следующая это с маленького оправдания с маленького компромисса мы плавно переходим в вопрос вот и затронула тему греха там порнографии и у нас есть вопросы зачем хранить девственность вообще расскажи мне свое видение святости зачем это для чего это нужно у нас же новые тенденции мы же развиваемся и как бы вроде бы общество кричи что это нормально что какие-то вещи там библию можно как-то сгладить изменить вообще расскажи мне как ты думаешь зачем это нужно и даже в нашем современном обществе для чего это в первых как бы время не менялась библия 1 закон божий один закон божий не меняет по времени то не написано в 2022 году поменяйте закон он как поменяется нет такого не дну в пророков которые будут перепишут библию по 22 год слова на одно истина она одна есть там написаны вещи они же соблюдаться хоть в каком году я во первых хочу сказать про упражнение библии это очень сильно как бы меня задевает когда упражнение библию во первых потому что это единственная книга пророчеств божих которые мы не можем вообще никаким образом упражнение своей жизни эта книга жизни это первое а второе про девственность честно сказать мячит вопрос пугает когда вы задают мне зачем хранить девственность для меня это че-то зачем я понимаю примерно как бы вопросы там я ему доверяю там он из церкви и так далее хорошо скажу так я считаю что человек тебя любит то он готов должна он во первых у них похоти к тебе я верю в это что качать любит у него нет желания защите в постель у него более более глубокие более какие-то нравственные знаешь так сказать чувства и мысли насчет тебя это первое что верю а во вторых я верю что если вы христиане это еще игры про христиан да если у вас вообще как бы есть мысль о том что взять это до свадьбы считаете ли вы что вам вообще нужно покажет выходить замуж в момент вам нужно этот вопрос саму себе и все же с отношениями всем это тоже всегда задавать вопрос готовы ли ты сейчас выйти просто перед людьми искать все что происходит в их взаимоотношениях и спокойно ты будешь за то что ты говоришь опять же про грех это да ты чувствуешь что ты не можешь об этом рассказать когда ты кота решает что девственности или это все происходит завет на крови это самый сильный завет который может быть на крови он происходит иисус пролик гроза на это был завет и тут тоже самый ты тоже завет готова ли ты войти в завет с человеком который даже не вышел от тебя еще пока что замуж почему вы торопитесь ты не сдавался сам этот вопрос почему вы так бежите вам еще всю жизнь вместе жить готовы ли вы ждать и последний вопрос и близ я задаю вопрос ты односложно быстро отвечаешь любимый стих из библии вы рот мой избранный еще скажу местописание я просила сказать мне заранее деяния 1728 почему мечта который вложил в тебя бог мечта видеть пробуждение своими глазами и будь участником этого пробуждения в каком бы виде это не было какой сезон проходишь с богом сейчас сезон влюбленности с каким персонажем из библии ты себя ассоциируешь я думаю я давид я люблю давида все без объяснений спасибо за твои искренность за твою честность я думаю многим эта передача поможет ведь не свои какие-то внутренние вопросы это уже а а а а а Продолжение следует...